Иван Петрович Барсуков – уроженец Ставропольского края. С 1981 года в течение двух лет находился в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За проявление мужества и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза. После распада СССР полковник Барсуков служил в пограничных войсках Белоруссии, был начальником Брестского краснознаменного пограничного отряда имени Держинского. После увольнения в запас жил в Бресте. Скончался 18 мая 2001 года. Представителями Ленинской администрации при поддержке Горисполкома было принято решение создать и расположить на стене 27-я школа города Бреста мемориальную доску с именем Ивана Барсукова. И вот идея воплотилась в реальность. Накануне на стене данного учреждения образования торжественно открыли мемориальную доску в его честь, тем самым почтив память героя. Сегодня открывает мемориальную доску Героя Советского Союза Ивана Петровича Барсукова. Это, конечно, торжественный момент не только для школы, для учащихся, для педагогов. Это торжественный момент для всего микрорайона Речица. Потому что люди, которые живут здесь, будут проходя мимо этой доски, знать, узнавать, кто такой Иван Петрович Барсуков. Инициатором открытия доски было Управлением по образованию администрации Ленинского района и Брестская красноизнаменная пограничная группа имени Феликса Адмундовича Держинского. В августе 2023 года в учреждении образования было присвоено имя Барсукова. И за этот учебный год был проведен ряд мероприятий, именно касающихся Ивана Петровича Барсукова. Идеологовая площадка, выступления представителей похороничной службы. И у нас проводился турнир по стрельбе с пневматической бунтовки именно Барсукова в канун дня его рождения. Поэтому для нас великая честь, конечно, что эту доску сегодня открывают в нашей школе. В торжественном мероприятии участие принял глава Ленинской администрации Александр Власовец, дочь Петра Барсукова, а также сослуживцы героя и учащиеся школы. Выступая перед молодым поколением, Александр Андреевич отметил, что данная школа уже носит имя Героя Советского Союза. Теперь же её стены украсил барельеф пограничника. «Наши кадетские классы понимают и осознают ответственность того, что они уже в том юном возрасте ходят в форме. Поэтому хочу высказать слова благодарности командиру пограничной группы за содействие, за оказанную помощь и заверить о том, что коллектив нашей школы, учащиеся, осознают ответственность того, что школа именная. И будет продолжено абсолютно взаимодействие с органами пограничной службы и Иван Петрович Барсуков как герой Советского Союза, как часть истории нашего города пограничных войск. Конечно, достойна школа носить его имя». «Традиционно мы оказываем большое внимание в работе с молодёжью, в работе с военно-патриотическими классами. И такая работа ведётся в том числе и в средней школе номер 27, которая носит имя Ивана Петровича Барсукова. Сейчас здесь функционирует несколько военно-патриотических классов в пограничной направленности. Ребята являются частыми гостями в нашей пограничной группе. «Офицеры и ветераны органов пограничной службы часто посещают саму школу, где общаются с детьми, проводят уроки мужества и различными другими способами. Стараемся сформировать патриотов, в первую очередь, своей страны, которая в будущем, мы надеемся, пополнит наши ряды». В последнее время всё чаще можно услышать о том, как важно сформировать в детях чувство патриотизма. И сразу вспоминаются строки из песни «С чего начинается Родина». В первую очередь, любовь к отчизне начинается со знакомства с историями людей, искренне и горячо любивших родную землю, защищавших и прославивших её. А потому отрадно, что в 27-й школе города Бреста молодёжь знает историю человека, которому за мужество, героизм, проявленные при защите Отечества и заслуги перед пограничными войсками, полковнику Барсукову посмертно было присвоено звание «Заслуженный пограничник Республики Беларусь». Именно он для юношей и девушек является тем самым примером силы духа и стойкости. И будучи ещё совсем юными, дети знают точно – в будущем они будут пограничниками. Иван Петрович, он был героем Советского Союза, воевал в Афгане и был начальником нашей пограничной заставы. И так как эта застава находится очень близко к нашей школе, поэтому и решили называть нашу школу именем Барсукова. Барсуков для меня является настоящим примером, поэтому я решила выбрать именно этот класс. Я очень благодарна всем, кто принимал участие в организации этого мероприятия и конкретно в создании этой мемориальной доски в честь моего отца. И хотелось бы сказать, что это приятно, потому что это также воспитывает детей. Здесь два или даже больше пограничных классов. Дети на примере моего отца учатся быть патриотами, будут защищать нашу Родину. Может быть, кто-то выберет профессию военного, будет защищать рубежи нашей Республики Беларусь. Так что очень приятно, и я очень благодарна всем, кто в этом принимал участие. Не зря говорят, человек продолжает жить, если жива память о нём. О легендарных героях память жива и будет жить вечно.